Бас-гитара Лео Фендер придумал, как решить ту же самую задачу, не используя при этом громоздкий контрабас и одновременно сделав инструмент более доступным для музыканта. Доступность бас-гитары заключается не только в том, что она дешевле стоит и занимает гораздо меньше места, но и в том, что на бас-гитаре появляются лады, которых на контрабасе, конечно, нет. Ладовая разметка позволяет гораздо проще играть на инструменте, лучше попадать в ноту, и в целом это становится более простой в освоении инструмента. Конечно, бас-гитара в значительной мере основана на электрогитаре, и, в общем-то, все основные компоненты те же самые, то есть магнитные датчики, очень похожий контроль, очень похожий бридж, практически такая же конструкция, отличающаяся только масштабом. Однако по ролям в ансамбле это, конечно, совершенно разные вещи. Бас-гитара относится к ритм-секции, это фундамент звука, который до нее занимал разве что контрабас и в редких случаях клавишные. Изначально на бас-гитаре было 4 струны, настроенные на октаву ниже, чем 4 толстые струны электрогитары. Соответственно, ми, ля, ре, соль. Однако со временем стали появляться 5-струнные басы, 5-я струна добавляется со стороны низких частот и призвана еще сильнее расширить диапазон баса. Кроме того, существуют басы с 6-ю струнами, и это инструменты, у которых добавлена еще одна струна, но уже со стороны тонких. Как правило, это инструменты для солирующих басистов, там, где бас используется не как инструмент для подкрашивания ритма, а как самостоятельный инструмент. Безладовые бас-гитары также существуют. Они нужны для того, чтобы сохранить контрабасовый оттенок звучания, но при этом получить все преимущества бас-гитары, такие, например, как компактность. Кроме того, например, вот на этом инструменте, это хорошо видно, добавляется ладовая разметка, и она позволяет немножко лучше целиться пальцами, потому что на полностью однородной накладке, как у контрабаса, значительно сложнее играть. В отличие от гитар, где мензура, в общем, плюс-минус одна и та же, на бас-гитарах бывает самая разная мензура. Мензура — это звучащая длина струны, то есть расстояние от нижнего порожка до верхнего. И это как бы масштаб инструмента, который определяет то, насколько сильно там натянута струна, как далеко друг от друга лады, и насколько на нем комфортно играть. Бас-гитары делятся на инструменты с короткой мензурой 30 дюймов, со средней мензурой 32, и с полной или длинной мензурой 34. Абсолютное большинство бас-гитар, которые вы видите, имеет мензуру 34 дюйма. Однако со временем, для достижения более фундаментального звука на низких строях, стали появляться бас-гитары с мензурой 35 дюймов или даже больше, вплоть до 37. Из-за того, что бас-гитара похожа на электрогитару, но имеет меньшее количество струн, начинающие часто воспринимают ее как некую упрощенную версию электрогитары, для тех, кому 6 струн слишком сложно. На самом деле бас-гитара – это инструмент профессионалов, и в бас-гитарном мире гораздо меньше случайных людей. Электрогитару часто берут для понтов, а бас-гитара – это именно почти академический инструмент. Это инструмент, просто нужный для того, чтобы вся остальная группа не развалилась.